Я один из основателей и старший управляющий менеджер компании Sevi и всю свою деятельность я посвящаю тому, что организовываю разные обучающие программы, либо английский язык, либо софтскил, либо тестирование всевозможных скиллов. Окей, вопрос актуальный. Идеальное письмо. Что оно в себя включает? Как шудил один из моих хороших друзей, идеальное письмо – это то письмо, которое не пришлось писать. Давайте скажем, хорошее письмо. Что оно в себя включает? В действительности, каждый раз, когда я задаю этот вопрос, то у меня получается приблизительно вот такой вот список того, как выглядит идеальное письмо. И, во-первых, оно, кто-то уже написал слово clear, ясное, понятное. Оно короткое, а мы уже знаем приблизительно это плюс-минус 100 слов. Оно простое. А что значит простое? А простое, значит, не означает, что мы используем какие-то витеватые конструкции уровня advance или upper. Мои самые любимые письма – это от программистов уровня intermediate law. Четкие, понятные, конкретные. Письмо to the point, оно выдержано какой-то одной цели. В нем есть структура, там есть хороший subject line, и мы сегодня об этом поговорим, что же такое хороший subject line. Человек, который прочитает письмо, он знает, что ему нужно делать. Это очень важно. У нас нет грамматических ошибок, потому что это наш профессионализм. Немного странный point – это стиль. Мы немножко поговорим о стиле сегодня. Стиль должен быть ровный. Это означает, что у вас не должно быть перепадов в стиле. То есть вы не можете начать с фразы I would appreciate if и закончить thanks, man. Это будет разность в стиле. То есть ваш стиль должен быть более-менее ровным. Ну и последний момент. Если все вы это сделаете, это абсолютно не гарантирует вам того, что с вами никто не захочет общаться после. Так что если на том конце вас никто не хочет убить, означает, что вы достигли своей цели, и письмо у вас правильное. Давайте попробуем это письмо разобрать. В целом письмо выглядит неплохо. То есть с первого взгляда оно аккуратное, в нем нет ошибок, у него есть стайд, есть какой-то элемент структуры. Но оно не такое простое, как кажется. И вот почему. Во-первых, что самое главное в письме? Самое главное то, что вы можете четко сказать, чего вы хотите. Это ведь то, для чего мы пишем, правда? А вот здесь есть несколько моментов, которые совсем в обратном. То есть я с первой строчки не понимаю, что человек от меня хочет. И на это есть несколько причин. Первая причина, вы видите, да, это конструкция the result. Я вообще не люблю эту конструкцию, не советую вам ее употреблять. Почему? Потому что в голове им нужно постоянно что-то переставлять, чтобы понять, кто с чего начинается. И если вы любите эту конструкцию, употребляйте, пожалуйста, но точно не в первых предложениях. Потому что мы сбиваем с толку и отходим от того, какая основная идея письма в самом первых предложениях. И дальше еще хуже. Мы используем раз пассивный залог, и мы используем два пассивный залог. А вы наверняка знаете, что чем больше пассивного залога, тем падает наша clarity. Поэтому, прочитав первое предложение этого письма, я чувствую себя немного в замешательстве. Но еще propose добавляет шарма, да, потому что можно случайно выйти замуж, даже не заметить этого. Поэтому будьте аккуратны с этим словом. Что дальше? А, да, и еще добавляет момент того, что здесь прикрепили ссылку. Это хорошо, потому что мы не растянули письмо до 500 символов. Но посмотрите, как ее прикрепили. Это маленькое слово. Представьте, наш программист открывает письмо с телефона. И у него, знаете, такие большие натруженные пальцы. Он пытается попасть в эту ссылку, у него ничего не получается. Но даже если с компьютера я хочу ее просчитать, я так, знаете, пытаюсь придвинуться и как-то клацать на эту ссылку. Поэтому лучше бы, конечно, ее сделать больше. Это профессиональнее, в этом больше заботы о том, кому мы эту ссылку шлем. Дальше давайте посмотрим. У нас есть вот эти два момента. И почему они меня смущают? Потому что вторая главная особенность хорошего письма – это то, что человек поймет, что вы от него хотите. А здесь у нас такое, знаете, «jump down». Это фраза уровня upper, да, мне не так все понятно. «Drop a line» – это очень, знаете, high-context выражение. Поэтому мне нужно приложить дополнительные усилия, чтобы понять, что я должен сделать по прочтению. Поэтому непонятно. Что еще? Еще у меня есть раз отрицание, два отрицания, три отрицания. И я вам советую избегать don't, isn't, aren't, can't, not. Потому что чем больше негатив вы делаете, тем больше негативного отношения вы приносите в ваше письмо. Даже если ваше письмо выглядит абсолютно позитивно, у вас самое чистое намерение. Мой вам совет – убирайте большое количество not. Я не говорю, что вы не можете сказать «я не могу» или «у нас не получается». Но когда это «нет, нет, 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 нет», это too much, да, будьте аккуратны. Первое предложение у нас – эмоция. И эмоция – это хорошо. Ну, скажем так, это неплохо. Но вы видите, что здесь есть какой-то манипулятивный момент, да. То есть ты у нас новичок, надеюсь, у тебя будет много сил, давай-ка вкалывай. И все бы ничего, если бы не вот это слово. Но. Очень важный совет – старайтесь избегать использования слова «но». Потому что оно создает противоречие в умах вашего читателя, вашего ресипента. Даже если у вас какое-то хорошее побуждение. Поэтому может быть непонятно. В принципе, все. Уже можно останавливаться, да. Письмо не дотягивает его, возможно, даже на четверку. Но здесь еще есть пару вишенок на торте. Давайте я по ним пройдусь. Первое здесь дополнение, да, это фраза. Я знаю, что у нас профессионал, поэтому для тебя это будет не очень трудно. Вроде бы как похвала, и нам кажется, что человек это воспримет с распростертыми объятиями. Но люди ведь умные, они понимают, что мы ими немножко манипулируем. И если эта фраза не кажется вам манипулятивной или пассивно-агрессивной, то следующую фразу я вам точно советую не употреблять. Она входит в топ-10 самых любимых фраз «спасибо вам заранее». Особенно в исполнении «thanks in advance». Хотите поблагодарить кого-то заранее? Ну, по крайней мере, скажите «thank you in advance». Хотя даже это мне совсем не нравится. Хотите кого-то поблагодарить? Напишите замечательную фразу, я ее люблю. «I appreciate your help». Классная фраза. «thanks in advance» – пожалуйста, вычеркните. И что еще? Еще у нас есть момент по стилю. Мы начали «hi, John», закончили «best regards». Стиль у нас не в соответствии. Поэтому впечатление не очень. Ну и в конечном итоге видите, что наш subject line совсем никуда не годится. Он очень длинный, он непонятный. Раньше, еще буквально года два назад, был совет не больше 50 символов и не больше 6 слов в нашем subject line. Уже сейчас есть новые тенденции, где советуют не больше трех слов и не больше 20 символов, потому что люди читают письма с телефона. То есть мы тоже должны это понимать. Хорошо. Это был краткий экскурс того, о чем мы будем говорить. Я понимаю, что это были такие, знаете, американские горки для вас. А вот теперь обо всем том, что вы увидели, я буду по одному совету брать и раскручивать, разворачивать для вас, для того, чтобы для вас это стало более очевидно. Формат у нас, несмотря на то, что хоть и лекционный, но задание построил таким образом, чтобы вы тоже пробовали включаться и пробовали думать, а что же так с сообщениями не очень. Вот как с этим большим письмом, только с маленькими отдельными. Ну что, поехали. Сегодня моя задача дать вам как меню 15 практических советов, которые вы сможете, если не применять, то по крайней мере узнавать в своем письме, если будете пересчитывать еще раз. Да, такое письмо вызывает большое количество неприязни. Давайте попробуем это убрать. Итак, ищу номер один. Что советую почитать? Анна, советую читать совершенно точно две книги. Первая – это «Пиши, сокращай». Прекрасная вещь. И еще больше я советую читать вторую часть «Пиши, сокращай» тех же авторов, так и называется «Новые правила деловой переписки». Я надеюсь, что это не последний вебинар от Сави у нас в клубе, поэтому будем приглашать еще. Спасибо большое. Не последний, я вам точно скажу, что не последний. Спасибо. Дякую. Дякую. Марго, тебе окрайма дякую еще раз. Люблю, люблю. Все, дякую. До встречи. До встречи.